Может ли добродетель быть нескучный? Может ли действующий прокурор быть добродетельным правозащитником? И могут ли такого прокурора назначить генеральным? Именно так все и было, причем в России. Анатолий Федорович Конни остался в памяти как знаменитый защитник, но это недоразумение. Адвокатом он никогда в жизни не был. Он был прокурором и судьей. А началось все с его первого дела в Харькове. Ему было 23 года, и он наверняка считал себя ого-го каким обвинителем. В суде слушалось дело о расстрелении 13-летней девочки. Девочка и ее мать плакали, а подсудимый широко улыбался, срываясь на беззвучный смех. Конни был возмущен. В своей обвинительной речи он сказал присяжным, что поведение подсудимого свидетельство его безусловной вины. Присяжные ушли совещаться. Вернуть их было уже нельзя. Когда один почтенный член суда сказал Конни, подсудимый не смеялся, это были судороги. Тогда Конни поклялся, что он довсегда уйдет из профессии, если парня посадят. Присяжные оказались мудрее молодого прокурора и подсудимого оправдали. А вот дело, которое мне лично очень нравится. Это было судебное сражение двух величайших юристов. Адвокат Федор Плевака, который произнес тогда одну из самых знаменитых своих речей. Обвинитель Анатолий Конни. Подсудимая игумене Митрофания, она же баронесса Розен и бывшая придворная Фрейлина. Собственно, Конни и начал это дело. К нему поступила жалоба на Митрофанию. Растрата подлоги, крупное мошенничество. Адвокат Плевака, который защищал потерпевших, обличал подсудимую, и этой речи позавидовал бы лично Александр Глебович Невзоров. Выше, выше стройте стены вверенных вам общин, чтобы миру не было видно дел, творимых вами под покровом рясы и обители. А прокурор Конни очень тепло и хорошо говорила подсудимой. Она совершала подлоги не из личной корысти, а ради сохранения общины. Бес попутал. Виновно, да, но бескорыстно. Суд приговорил Митрофанию к ссылке в Сибирь. Но если бы прокурор за нее не заступался, была бы каторга. Но, конечно, самое знаменитое дело Конни сейчас назвали бы оправданием терроризма. 28-летняя народница Вера Засулич стреляла в питерского градоначальника Федора Трепова за то, что тот устроил публичную порку заключенного, не снявшего перед ним шапки. Поступок генерала вызвал общественное возмущение. А Веру поддерживали, но светило ей лет 20 каторги, хотя генерал остался жив. Анатолий Конни уже был судьей, председатель Петербургского окружного суда. На него давили, требуя жесткого приговора, и министр юстиции, и лично император. Судья Конни сумел так поставить вопросы перед присяжными и дать им такое напутствие, когда они удалялись принимать решение, что они признали Веру Засулич полностью невиновной. Это дело и сейчас считается триумфом правосудия. Но для самого Конни оно обернулось опалой. Правда, его не посадили, не расстреляли, не лишили имущества и не отправили его в Сибирь. Просто высказали такое царское фи. Такие уж были времена. А уже следующий царь, Александр Третий, назначил Конни оберпрокурором, то есть генеральным, и сенатором. Ему исполнилось в тот год 37 лет. До этого назначения появилась злая эпиграмма. «В сенат коня Каллигула привел. Стоит он убранный и в бархате, и в злате. Но я скажу, у нас такой же произвол. В газетах я прочел, что кони есть в сенате». Анатолий Конни ответил блистательно. «Я не люблю таких ироний, как люди непомерно злы. Ведь то прогресс, что нынче Конни, где прежде были лишь ослы». Анатолий Конни дожил до советской власти и наблюдал уничтожение судебной системы, которую он строил всю жизнь. Его вызывали в ЧК, у него конфисковывали имущество, он менял книги на хлеб и смертельно заболел воспалением легких, выступая в нетопленном зале Дома ученых в 1927 году. Но власть, как бы это сейчас ни казалось странным, его побаивалось и особо не трогало. А в истории Анатолий Конни остался одним из лучших в мире судей и прокуроров, а в памяти народной – правозащитником.